Здравствуйте! В эфире программа о чем говорят. Как ликвидировать вечные пробки на советской армии Новосадовой. Об этом не говорят, кричат каждый день водители и их пассажиры. Но проблемы перекрестков подобных этому кажутся незыблемыми не только в Самаре, а по-моему во всех городах и весь их страны. Но проблемы решаемы. Вот сегодня и будем говорить об этом и дорогах без проблем. Во всяком случае именно так называется всероссийский проект. В Самарской области вместе с ГУВД его курируют общественные советы. У меня сегодня в студии Андрей Иванович Васильев. Он возглавляет рабочую группу по контролю безопасности дорожного движения. Алексей Викторович Бородин. Он тоже член общественного совета ГУВД. Правильно? Правильно. Здравствуйте! Здравствуйте! Итак, давайте обо всем и о проекте и о пробках. Начнем все же с общественного движения «Дороги без проблем». Насколько я понимаю, оно буквально вот в 2015 году, где-то перед летом возникло, в мае, по-моему, и до нас докатилось, да? Абсолютно верно. В мае этого года состоялся Координационный Совет Общественной Палаты Российской Федерации, Общественного Совета Минтранса и Общественного Совета МВД. Вот такая кучка могучая. И был создан ресурс «Дороги без проблем.РФ». В Самарской области, вот мне поручено возглавить рабочую группу, вот мы вместе с Алексеем, эту работу здесь начали организовывать. Проблема действительно была на момент начала октября обращения граждан порядка семидесяти. И вот этот вал накопившихся проблем, мы понимаем, что это не только на бумаге, это мы сами ездим на этих дорогах. Понимаем, что в Самаре это существует проблема номер один. Она не только в Самаре существует. Ну, мы же привыкли, говорить, да, что в России две больших беды, да? Про первую говорить не будем, но про дороги всегда говорят и вспоминают. Про дороги, да. И вот наша задача основная – это обеспечить гражданский контроль за действенностью органов исполнительной власти, тех структур, которые ответственны за порядок на дороге. За то, чтобы этой проблемы не было в конце концов. Да. Или, по крайней мере, чтобы наша задача – это не бумаготворчеством заниматься, по большому счету, а чтобы решались проблемы на дорогах, но без бумаги тоже никуда не денешься. И вот объединив усилия членов общественного совета, мы начали эту работу. Это не декларативно, вот, Алексей, вы как скажете? Вы знаете как, этот проект интересен тем, что он позволяет реализовать права граждан. То есть, то, о чем мы говорим, находясь в автомобиле, стоя в пробке, здесь мы можем попытаться реализовать на практике. То есть, обратиться на эту карту, разместить суть проблемы, с которой мы столкнулись. Яма на дороге, пробка, либо еще какая-то неуреальца, светофор. И предложить даже и решение вопроса, и оно будет услышано. Вот об этом я бы хотел как раз и отметить, что это одна из интереснейших вещей проекта. Она предлагает действовать. Она предлагает действовать и заставлять, наверное, действовать с помощью вашего общественного совета. Я почему и спросил, не декларативно ли это? Потому что на протяжении длинных вообще лет у нас все говорят о том, что проблему бездорожья или проблему дорог вообще решим. Но как-то каждый раз, когда сидишь за рулем, да, к перекрестку подъезжаешь и понимаешь, что сколько мне еще здесь стоять? Ну, проблема существует давно. На самом деле, буквально пять лет назад на территории области было 90% нестандартизированных дорог, то есть, несоответствующих качеств. Изменилось? Да, сейчас изменилось. На данный момент мы встречались с заместительным руководителем Департамент благоустройства и экологии, Рудаковым Игорем, он сообщил, что к концу года порядка 60% остается ненормативной дороги. То есть, прогресс виден, мы все видим, как строятся дороги, центральные магистрали, и, в принципе, с этим строительством связаны многие неудобства водителей. Ну, нам ведь не угодишь людям, всегда будут недовольны. Но когда мы видим прогресс и готовы терпеться. Особенно, когда готовый результат увидим. Да. Но у нас впереди еще, да, еще предстоят большие работы по московскому шоссе. Вот. Все, с одной стороны, это ждут с нетерпением, что, наконец-то, там будет приличная развязка. А с другой стороны, с ужасом, как же мы будем выезжать из города. Ну, давайте про другой перекресток поговорим. Мы начали говорить про советскую армию, да, и Новосадовую. Вот. Давайте посмотрим интерактивную карту, что сейчас там происходит. Это вот существующая схема. Это вот, кстати, вот результат нашей, не то, что вот это результат нашей работы, а вот по встрече с Рудаковым Александровичем, который мы проводили в рамках рабочей группы нашей, мы выяснили о том, что есть существует, оказывается, уже давно разработанный проект решения вот этой проблемы. Один из способов решения, да. Достойное внимание. Достойное внимание. И вот мы вынесли это на рабочую группу для обсуждения, чтобы понять, как это. Вот специальная программа, которая моделирует. Скапливается, да, видно здесь. И есть уже решение, предложенное вот департаментом, который сейчас, насколько я понимаю, рассматривается Минтрансом для того, чтобы этот вопрос можно было решить. Если можно вот это показать. Да, давайте посмотрим, что нам предлагают. Ага. Это схема того, как должно быть. Вот на первый взгляд. Предлагаемый проект. Предлагаемый проект. Да, сразу давайте говорить, что меняется. И что предлагаете? Ну, то есть, делается, я так понимаю, круговое движение вокруг современника. И, соответственно, транспортный поток, он разгружается прямо для движения в город, по Новосадовое движение перекрывается и пускается по вот этой отводной улице вдоль современника. Покажите нам интерактивную карту. Вот. И вот здесь на нем будет видно. Как доехать до МТЛа, допустим, выезжая из города, здесь не видно, как машинки выезжают. Они сворачивают налево, ходят через острову безопасности налево. Ну, и, соответственно, здесь была какая-то проблема связанная с пешеходным переходом, но в рамках этого моделирования и эта проблема была решена. И мы бы хотели, чтобы вот этот проект был рассмотрен на самом высоком уровне. И, как мы понимаем, здесь не настолько большие финансовые затраты, чтобы решить вот данную ситуацию, эту проблему, как-то дать глоток воздуха в эту бутылку. И тогда, возможно, это изменится. По крайней мере, заключение вот этого, так скажем, моделя говорит о том, что в перспективе это вот самое легкое, простое, быстрое решение, которое в скорочайшие сроки можно реализовать. Можно реализовать, да. Вот вопрос сразу же такой. Понятно, что вы это обсуждаете на общественном совете, а наверняка, так как это та проблема, которая касается большинства из нас, говорите об этом и со своими друзьями, приятелями, домашними, да. Показывали вот эти схемы? Что они говорят? Ну, на фейсбуке выложили, по крайней мере. Так скажем, друзья увидели то, что есть там какие-то недочеты, начали сразу задавать вопросы, появилось желание ответить, связался с департаментом, уточнил, дал ответы. То есть такое прямое непосредственно общение есть. Ну и, соответственно, вот я хотел бы сказать, что в нашу группу входят еще сотрудники госавтоинспекции. Все-таки у нас общается сайт не детского сада, а МВД, и нам такая была, так скажем, дана возможность задействовать этот орган, так скажем. И 60 инспекторов ГИБДД по всей области входят в группу, и мы передаем все данные в группе, и, соответственно, быстро происходит обмен информацией. Это немаловажно. Алексей, так скажем, возможно, сможет добавить. Здесь получается таким образом, что пример этой ситуации с узким перекрестком позволяет нам определить, что вот инициатива граждан, в данном случае инициатива городской администрации, она есть. Ее надо оценить с точки зрения такой пригодности, да, и уже общественности дополнить, если есть какие-то предложения, и уже на соответствующем уровне власти правительства решать этот вопрос по выделению денежных средств и разрешению ситуации уже на месте. Мне здесь самое главное, чтобы это все не затянулось, потому что проект может посмотреть, он может понравиться, сказать, замечательная идея, а потом все зависает на какой-то момент. Ну, пока что он завис, я так понимаю, да, то есть ему уже, по-моему, около трех лет решения вот этой проблемы. Вот именно вот этой проблемы. Поэтому мы и увидели, так скажем, возможность от общественного... Я-то думал, что с вами месяца вы начали решать, я только что хотел сказать, какие вы молодцы. В сентябре только... Увидели мы сейчас, увидели мы сейчас, а проект этот существует уже года три, и его до сих пор не могут реализовать. Вопрос, почему вот у нас такое же возникает. Ваш вопрос, да, мы, в принципе, будем искать, в том числе, ответы и на эти вопросы, потому что одной из задач создания вот такого проекта, это является анализ вот таких ситуаций и формирование предложений на будущее. Это связано не только с этим перекрестком, да, а вообще в целом по дорожной безопасности. Общественный совет МВД в 2013 году совместно с Общественным советом при иммунтранспорте подготовил так называемый общественный доклад о ситуации по безопасности дорожного движения. Сейчас, в том числе, эти материалы, которые мы набираем, и анализ вот этой практики, он будет положен в очередной доклад, в котором будут эти узкие места прописаны и даже сделано предложение о том, как их разрешать. И я дополню, самое интересное, что в этом докладе будет сделана оценка эффективности деятельности органов исполнительной власти по решению проблем, указанных на этом интерактивном сайте. Ну да, это вот связка такая. Да, связка такая, что даст стимул, мотивацию для людей. Городские власти вынуждены будут уже тогда побыстрее реагировать. Мы понимаем, что ресурсы у нас общественные, и это работа общественная. И чтобы серьезно заниматься этим ресурсом, нужны и ресурсы человеческие, и технические, для того, чтобы реализовывать обработку всех обращений. Пока что мы справляемся, но если появится вал, а мы думаем, что в любом случае проблем очень много, то мы можем захлебнуться от этого вала обращений. Поэтому если обращения и будут, то мы говорим о том, что она должна быть конкретной. Ведь можно написать, весь город Самар стоит пробка. И как решить пробка? А вот если конкретно улица такая, перекресток такой-то, нероводство фотофора, открытая яма, или там, допустим, яма на таком-то участке. Когда конкретная стоит проблема, ее конкретно можно решать. Точечную. Точечную, да. Знаете, как еще, вот это уже обращение к тем гражданам, которые воспользуются этим ресурсом. Он достаточно четко воспринимает все, что туда записывается. И поэтому нет необходимости дублировать там или делать. Посмотрите, что записано уже до вас. Потому что несколько этих обращений, однотипных, они требуют внимания каждому из них, да, поскольку, ну, раз уж бюрократию развели, да, ее надо соблюдать, обрабатывать каждое обращение. Поэтому есть оно уже, ну, значит, мы с ним работаем, виден статус этого обращения, что он в работе, это на интерактивной карте учитывается. И если кому-то кажется, что, допустим, плохо это делается, ну, надо посмотреть тоже по времени, когда поступило обращение, да, то есть, всему процессу нужно время. Я просто хотел добавить одну вещь, дорогие телезрители, вот мы сейчас о чем говорим, в Яндексе просто можем набить дороги без проблем, да, и выйдете вы на сайт, и на этом сайте у вас все будет видно, то, о чем сейчас говорят мои собеседники. Там надо зарегистрироваться, соответственно, выбрать интерактивную карту. Да, чтобы стать участником. Да, там есть обращение по автоматической видеофиксации правонарушений и нарушения пассажирки в транспорте. Вот мы начали говорить, да, о пробках и так далее. Насколько я понимаю, обращаются же не только с пробками, да, правильно, обращаются и ухабы на дорогах, плохо застантированные. Пешеходный переход, детская безопасность, организация дорожных движений на трассах и внутри города. Сейчас накопилось уже, вот к сентябрю вы сказали, большое количество. Накопилось. Я вот хочу привести один пример, он такой достаточно показательный. Когда было обращение, это июнь месяца. По Нововокзальной. По Нововокзальной, да. Это обращение было отработано, в том числе ОблГАИ изучило эту проблематику и нам выдало заключение о том, что ситуация по улице Нововокзальной, внутри квартальной, она не решается по той причине, что ранее эта дорожная вся развязка была и принадлежала Министерству обороны, после того, как были ликвидированы эти воинские части, не было передано на баланс. Это где-то в районе Карла Маркса, да, Нововокзальной Карла Маркса? Нет, где тупик Нововокзальной. Да, там есть здание. Кстати говоря, мы выявили в ходе работы нашей рабочей группы, выявили, что отсутствие междуведомственное взаимодействие. Когда мы пишем письмо, то же самое, порядка, как Алексей говорит, и получаем ответ, что это не наша компетенция, к примеру, это решает осадок, к примеру. Мы заново пишем письмо в осаду, и прочее. Сейчас наша задача организовать электронное взаимодействие между этими ведомствами, чтобы друг от друга не отпихивали, а получали, а работали. Но, тем не менее, мы сначала отрабатываем позицию такую, может ли что-то сделать Главное управление внутренних дел в этой ситуации, поскольку мы общественный совет. А с этой дорогой что получилось? Вот с этой дорогой определились так, что выдано предписание от имени ОБЛГАИ в адрес городской администрации, выдана информация в адрес областной администрации о том, чтобы вопрос был разрешен. То есть, необходимо кому-то принять на свой баланс. А там проблема в чем была, еще раз? Нет. Вот имущество бесхозное сейчас. На него никто не тратит денег, потому что оно не стоит и не является собственностью ни города, ни области, ни федеральной. А гражданам от этого не легче, да, от того, что кто-то не решает вопрос. Но уровень принятия решений – это областная, федеральная власть. Они должны это сделать. Наша задача была выявить этот вопрос и его обозначить. Что вот он так решается. Вот нас сейчас слышат и говорят, выявить, обозначить – это половина. А следующая половина, я чуть раньше об этом сказал, о том, что мы это все отправляем в общественный доклад по ситуации, где это уже будет в Москве на уровне общественного совета при МВД и Минтранса. То есть, если здесь, в Самаре, не будет решена проблема, то Москва тогда подключится. Ну, в общем, мы на это рассчитываем. Мы на это рассчитываем. Мне кажется, надо, все-таки, я надеюсь, что не всегда будет Москва подключаться, а что мы сами здесь своими силами будем справляться и без федеральной столицы. Наш уровень, мы, конечно, должны согласиться. Значит, стыдно просто получается. Задача нашей группы – как минимум раз в месяц встречать, собирать всех ответственных руководителей, поднимать все вот вопросы, в том числе вот этот вопрос, который все обходят на Паново-Окзальный. И говорить, господа, давайте делать сами без подключения Москвы. Куда двигаемся дальше по той или иной проблеме. У нас сейчас вот такие толстые папки документов по каждой проблеме. Мы сейчас с вами обнадежили людей, показали вот эту схему решения проблемы на Советской армии и Новосадовой. Я все-таки надеюсь, что она не зависит еще на три года и будет решена. Насколько я знаю, сам министр действующий, министр транспорта Пивкин Иванович, он уже эту проблему знает, как ее можно решить. Мы ожидаем. Свет в конце тоннеля появился. Да, свет в конце тоннеля. Спасибо, спасибо. К сожалению, время просто подошло к концу. Но будем ждать действительно решения этой проблемы. Спасибо вам большое. Единственное, что хотел бы напомнить, что существует еще и радиоверсия программы, так что всегда можно еще и прослушать, о чем говорят в эфире Самарского губернатского радио 21.00. Спасибо вам большое. Будем ждать. До свидания. До свидания. Субтитры подогнали Симон.